Космонавт Сергей Авдеев и 16 других героев Отечества В Самару приехала делегация, какую еще не видела столица губернии Поздравляю вас с одним из главных праздников России С днем народного единства Поздравление с орбиты В Самаре с размахом отметили всенародный праздник Ну, наверное, все-таки оценили опыт работы Оценили по заслугам Лучший нефролог страны работает в областной больнице Середавина Происшествие, которое поразило даже многое повидавших полицейских В Самаре, на улице Пензенской, в зоне видимости пешеходного перехода Водитель Лады Гранта сбил 65-летнюю женщину Пока он вызывал по мобильному оперативные службы Пенсионерку, лежавшую на проезжей части, переехал в другой автомобиль Ниссан Его водитель скрылся, а пострадавшая скончалась в больнице Пирогова В основу обвинения ляжет запись видеорегистратора Ее предоставил неравнодушный автомобилист, который ехал позади Решением суда водитель Ниссана получил 7 суток административного ареста За оставление места ДТП А по уголовному делу проводится проверка С наступлением темноты в час пик в регионе Количество ДТП со скрывшимся транспортом увеличилось вдвое До 75% водителей удается задержать Вот он, проехал Владельцы, которые совершили ДТП, скрываются с места происшествия Лишь усугубляют свое положение Поскольку их действия образуют самостоятельный состав административного правонарушения Ответственность за которое предусмотрена кодексом Российской Федерации А также в случае тяжких последствий Является отягчающим обстоятельством При принятии решения об уголовной ответственности лица Убедительно рекомендуем при совершении дорожно-транспортного происшествия Ни при каких обстоятельствах не покидать его до приезда сотрудников полиции Считают каждый рубль В областном парламенте обсуждают проект бюджета будущего года Проект главного финансового документа вызвал немало вопросов у законодателей Почему, выяснила Светлана Лескова Главный финансовый документ депутаты рассматривают пристально Задача простая и сложная одновременно Сохранить деньги, заложенные в социальные статьи бюджета Хотя экономическая ситуация ужесточает правила Резать приходится буквально по-живому Законодатели говорят, что режим жесткой экономии И грамотного расходования каждого рубля Поможет не снижать траты, напрямую связанные с жизнью людей Это не только здравоохранение, ЖКХ и образование Но также культура и спорт Именно по этим пунктам На представители Минфина и профильных министерств Обрушился шквал вопросов Наша задача о том, чтобы каждый рубль бюджетных денег Потратить наибольшей эффективностью Сохранить все социальные выплаты И результат добиться в том числе Если говорить о профиле Министерства культуры, Министерства спорта Чтобы это был показатель обеспеченности спорт объектами Поэтому мы будем отстаивать все вводные объекты Для того, чтобы нашлись, изыскались резервы на их завершение Участники заседания приняли к сведению информацию о социально-экономических итогах года И прогнозах на следующий год Вторичный комитет по культуре соберется с представителем Минфина 9 ноября И опять на повестке будет бюджет В Самару приехали 17 Героев России и Советского Союза Это участники вахты Героев Отечества Так называется проект Российской Ассоциации Героев Он стартовал в 2012 году в Рязанской области И за это время делегация посетила 23 города Самара 24 Почти два десятка людей, чьи имена уже достояние энциклопедии Такой делегации еще не принимал самарский перрон 17 Героев Отечества прибыли из Москвы в столицу губернии Половину с городом связывают свои воспоминания В Самаре вырос рекордсмен по пребыванию в космосе Сергей Авдеев Герой Российской Федерации и гордость земляков Мы сегодня имеем 259 Героев Советского Союза И 48 Героев Российской Федерации Наверное, это один из самых высоких показателей в стране Среди регионов страны Заслуженные граждане участвуют в проекте вахты Героев Отечества Он проходит при поддержке и участии администрации президента России Герои пообщаются со школьниками и студентами Этот диалог будет 24 по счету Столько регионов делегаты уже проехали И, конечно, успели сделать выводы Иногда нам по-стариковски кажется, что Все, лучше нас никого не будет А молодежь наша не та Ничего подобного Наша молодежь так же патриотична Так же готова выполнить любую задачу Только они стали умнее, практичнее Но не менее патриотичнее Главным событием, ради которого делегаты торопились в Самару Станет участие в параде памяти 7 ноября Впервые по площади Куйбышева пройдет Геройский полк Рядом с живыми героями губерния окажутся те, кого уже нет Их фотографии понесут близкие Но прежде гости побывают в знаковых местах города На мемориальной доске на площади Славы Теперь выбито имя Сергея Авдеева Он приезжает в Самару редко Здесь у Волги оживают воспоминания его юности Каждый у каждого своя судьба И свой путь в жизни Ну у нас впереди три дня общения С самарцами, с городом Самара и ее новая смотровая площадка Не оставили равнодушными и других участников вахты Героев Отечества Захватывает дух такая перспектива Которая открывается перед вашим взором Это всегда чувствуется грандиозность, масштабность Гости побывали в музее Куйбышевской железной дороги Возложили цветы к бюсту маршала Устинова И многое делегатам сделать еще предстоит Юлия Клеонов, Дарта Стегаев, СТВ В России отмечается День военного разведчика В стране от этого праздника не осталась областная столица В Самаре ветераны элитных подразделений Собрались у памятника воинам-интернационалистам По традиции они почтили память ушедших своих товарищей А также встретились со служивцами Все подробности в нашем материале Многие не виделись по несколько десятков лет Ветераны боевых действий вспоминают Время неразрывно связанное со службой стране Ненапрасно считается разведка Глаза и уши вооруженных сил Всех хочу еще раз поздравить С праздником разведки Пожелать здоровья И гордо нести Почетное звание разведчика Спецназ ГРУ Элита вооруженных сил Бойцы подразделения проводят спецоперации На территории противника В том числе в районах боевых действий Пример мужества воодушевляет подрастающее поколение И конечно уже на себя ответственность должны брать Молодые ветераны боевых действий Те, кто прошли Афганистан Кто участвовал в контуристической операции Многие не виделись по 20 лет Это однополчане Поэтому это великий праздник Если мы просто не будем помнить историю прошлого То у нас не будет ни настоящего, ни будущего Увенчают патриотические мероприятия в Самаре Парад памяти 7 ноября в 1941 по площадям трех городов Москвы, Воронежа и запасной столицы Куйбышева Прошли торжественным маршем войска Тогда солдаты с парада уходили на фронт Ну и у нас впереди с вами парад Вахты героев заканчиваются парадом Это тоже знаковое событие На трибуне у нас будут целые вахты героев Порядка 20 героев Советского Союза и России Это накладывает определенную ответственность дополнительную Ежегодно в рамках парада памяти Самарские экстремалы под руководством Константина Давитяна совершают марш-бросок Офицеры-спецназовцы на этот раз отправятся в Воронеж 7 ноября они стартуют с площади Куйбышева Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ История одного парада, который всю страну вдохновил на победу Великой Отечественной Пока в Самаре готовятся вновь воссоздать события 7 ноября 41-го Новое поколение узнает обо всех нюансах Исторический экскурс провели в областной детской библиотеке Ее фонд позволяет познакомиться и с Куйбышевской хроникой И с современным военно-техническим обеспечением В этом году неделя осенних каникул необычна уже тем, что библиотечные работники делают акцент на познавательных, литературных, исторических, документальных источниках Чтобы юные самарцы не просто знали, но и понимали историю И в том числе роль парада 41-го года С него сразу уходили на войну И были плакаты, которые призывали людей на войну Родина-мать зовет У меня на войне были Мой прадед, ему руку оторвало В годы войны именно Куйбышев стал запасной столицей Куда эвакуировали правительство Десятки промышленных предприятий и представительства дипмиссии Творческую и интеллектуальную элиту И военный парад поразил своим масштабом В отличие от московского, который длился 25 минут У нас только прохождение войск продолжалось полтора часа Примерно треть населения города приняла участие в демонстрации трудящихся Которая заняла еще больше часа И здесь же устроили единственный за все годы войны воздушный парад Пролетели более 600 военных самолетов Впечатление иностранных дипломатов повлияло на решение Японии и Турции Не вступать в войну на стороне противников Советского Союза А страница истории, которая была и будет гордостью горожан Наглядна и доступна И даже самые младшие школьники проявили удивительную активность В последнее время у нас неоднократно бывают в городе Интересные авиазрелищные такие мероприятия Ребята после этого приходят и спрашивают информацию О современных самолетах, о современных танках И какие они были до этого, им тоже очень интересно Какая техника проходила на параде А такие книги мы можем представить И не только книги Кульминацией экскурса стал просмотр фильма «Повесть о настоящем человеке» Снятого в далеком 48-м По одноименному произведению Бориса Полевого Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ Продолжается обсуждение того, что можно сделать С территории бывшего самарского стадиона «Буревестник» Опросы размещены на сайте городской администрации И у нашего информационного партнера gslimansky.ru Администрация Самары предлагает три варианта Выкупить землю у собственника Отдать территорию «Буревестника» под застройку жильем И объектами социальной сферы И оставить все в нынешнем состоянии На gslimansky.ru вариант выкупа конкретизирован Выкупить землю по той цене, по которой ее продали в 2008 году Но с учетом инфляции Высказать свое мнение о судьбе стадиона «Буревестник» Можно на сайте городской администрации И на сайте gslimansky.ru Но сейчас прервемся и вот о чем расскажем Во второй части нашего выпуска Мы начали набирать очки Играли дружно Вот и выиграли Заветный кубок остается в Самаре Наши юные баскетболистки стали победительницами Всероссийского турнира Продолжаем выпуск Авиашоу, тематические площадки военной направленности Праздничный концерт и многое другое В Самаре отмечали День народного единства Основные торжества прошли на набережной Волги Там же самарцев поздравили по видеосвязи члены экипажа Международной космической станции Максим Остриков расскажет подробнее 4 ноября День народного единства и День воинской славы России В это время в 1612 году народное ополчение под командованием Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина Окончательно очистило Москву от польских оккупантов Тогда в составе добровольцев воевали уральцы, сибиряки Но в основном это были жители Поволжья, в том числе самарцы Поэтому неудивительно, что на празднике много тематических площадок Где желающие могут посмотреть и взять в руки настоящее боевое оружие Вороненные стволы вызывают огромный интерес у мальчишек Для многих это первая возможность ощутить тяжесть и грозную силу Оружие очень хорошее, гранатометы, снайперки Да, я держал очень хорошее Они тяжеловатые, правда Ну тяжелые, особенно пулеметы Самая зрелищная часть праздника – воздушный парад и авиашоу Которые провели для самарцев летчики ЦСКА ВВС Дождь и ветер – не помеха ни пилотам, ни зрителям Даже совсем юным И сейчас нравится, когда в самолет летать Над Волгой редкое атмосферное явление Для начала ноября выглянуло солнце Остальное сделали летчик АС и его винтокрылая машина Над волнами расцвела радуга Самарцы могли увидеть приемы воздушной атаки вертолета Разворот, боевой заход и уклонение Над водами мирные реки – нечастое зрелище Потом были поздравления с еще большей высоты Сразу два уроженца Самары сейчас на околоземной орбите Олег Каноненко и Михаил Корниенко Вместе с коллегой по видеосвязи они передали привет землякам Поздравляем вас с одним из главных праздников России С Днем Народного Единства С Днем Народного Единства С Днем Народного Единства Бортами Зародной Космической Танции Михаил Корниенко, Олег Каноненко, Сергей Волков Всего в Самаре в празднике приняли участие более 30 тысяч человек Любой желающий на интерактивной доске мог также оставить свое поздравление Чем воспользовались многие самарцы Праздник посетил глава региона Николай Меркушкин Смотрел концерты, авиашоу, как простой зритель Но тут же попал в центр внимания Позже губернатор подвел итог празднику На встрече с общественностью Как и в начале 17 века В наше время есть силы, которые хотят наше общество разрушить И навязать свою волю Этого допустить нельзя, отметил губернатор После чего поздравил жителей региона Пожелать благополучия вам, каждому жителю нашей области И пожелать успехов, побед нашей стране И делать все для того, чтобы вот это единение, единство И сила, и могущество нашего государства Возродилось в полном объеме Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ Лучший нефролог страны работает в Самарской областной больнице Середавина Такого высокого звания удостоился Виктор Николаевич Баринов На всероссийском конкурсе в Москве За право называться лучшим в своей профессии боролись несколько сотен самых сильных специалистов России По возвращении в Самару победитель сразу же приступил к работе Наша съемочная группа встретилась с лучшим врачом страны Восемь утра Виктор Николаевич Баринов уже полчаса, как приехал на работу План на день составлен Пора осматривать пациентов Маленькие да удаленькие Каждому нужен свой подход Виктор Николаевич изначально планировал работать именно с детьми Он начал свою карьеру в 89-м году За более чем четверть века он вместе с коллегами Сделал все, чтобы Самарская область вошла в число регионов С наименьшей смертностью от почечной недостаточности Наверное, все-таки оценили опыт работы Проводимые здесь лечебные методы Хорошие результаты по выздоровлению детей Отсутствие смертности Все это вместе привело к тому, что получил диплом второй степени Самое главное это отсутствие смертности Развитие в Самарской области Вместе с Галиной Андреевной заместительной почечной терапии Позволили получить диплом второй конкурс На степени на всероссийском конкурсе врачей 2015 года Я бы отметила, что это невероятно преданное своему делу человек Что такие рождались еще в 19 веке Врачи в лучшем понимании Которые могут сочетать клинический опыт И с самыми современными технологиями Поэтому это современно мыслящий, европейский По нашим понятиям подготовленный специалист Который заведует это отделением И лечит еще наших, и учит еще наших студентов В прошлом году Виктор Николаевич защитил кандидатскую диссертацию По лечению заболеваний почек И снова сделал так, чтобы медики вышли на новый уровень По этой программе издали книгу Сегодня лучший врач России не только спасает жизни маленьким пациентам Но и ведет студенческую группу К тому моменту, как эти новички наберутся такого же опыта, как их наставник Вполне возможно, что Виктор Николаевич еще больше усовершенствует метод лечения заболеваний почек Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, Анатолий Брамдин, СТВ В Самару приедет легенда рока Основатель группы Юрахип Кян Хенсли Российский тур совпал с юбилеем британского музыканта В этом году господин Хенсли отметил 70-летие Для ценителей музыки рокер подготовил не только золотые хипы, но и новые песни С этой программой звезда мировой сцены выступит в 20 городах России Заключительный концерт пройдет в Московском Кремле Самарцы смогут услышать хитые раки в 8 ноября Очередной триумф самарского баскетбола Наши юные спортсменки 2005 года рождения Выиграли крупный всероссийский турнир На Волжские берега пожаловали команды со всей страны, в том числе из Москвы Полным драматизма получился финальный поединок соревнований Победа чуть не ушла из цепких рук самарских баскетболисток Александр Семенов обо всем по порядку Первая четверть битвы за Хубок окончилась с футбольным счетом 2-1 При этом в пользу вологодской команды наши спортсменки были в роли догоняющих Даже при таком весьма скромном игровом раскладе Но во второй партии волженки словно батарейки сменили Заиграли и заблистали на паркете совсем юные баскетболистки Это сильная команда, но когда мы начали стараться слушать тренера Мы начали набирать очки, играли дружно, вот и выиграли Турнир в областной столице проводится уже не первый год Самое главное, что отмечают специалисты Уровень команд действительно растет Каждый год они все взрослеют Баскетбол показывают уже взрослые Вроде год разница, а очень интересно получился у нас с ними спарринг Поэтому все команды, которые приезжают на наш турнир Уже уровень отличается, конечно Даже нас отметили Своего наши землячки не упустили и в оставшееся время Уверенно обыграв соперниц, в итоге 27-14 Золотые медали и главный трофей остаются в Самаре Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ У меня на этом вся информация Далее смотрите прогноз погоды и программу Абзац О завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского gslimansky.ru Наши новости вы можете прочитать в социальных сетях В группах СКТ СТВ Самара И заходите на сайт телекомпании Ну и на этом я с вами прощаюсь Всего доброго, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok